МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 4 ноября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлианна Шахова. 4 ноября в 1922 году английский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тотанхамона в Египте. Перед этим он нашел фаянсовый кубок из гробницы, изломанный деревянный ларец с золотыми листочками, в которых начертано имя Тотанхамона, и глиняный сосуд с остатками льняных повязок. Их забыли жрецы, бальзамировавшие тело фараона. За 6 лет до того по плану Котлована Картер провел 3 линии, соединяющие точки трех находок, и обозначил таким образом треугольник поиска. Первый удар кирки пришелся как раз над тем местом, где находилась первая ступенька лестницы, ведущей в гробницу Тотанхамон. Шесть долгих сезонов раскопки не приносили никакого результата, и Картер уже почти смирился, как вдруг рабочие, сносившие временные бараки, обнаружили под метровым слоем щебня ту самую ступень. Откопав всю лестницу, исследователи обнаружили дверь, заложенную камнями, замурованную и снабженную двойной печатью. Вверху кладки Картер проделал небольшое отверстие и, посветив в него, заглянул внутрь. Однако ничего не увидел. Помещение было завалено камнем и щебнем до самого потолка. Расчистив 27-футовый проход, археологи обнаружили второй замурованный дверной проем. Сотни предметов находились в помещении, впоследствии названном передней комнатой. И только две фигуры в полный рост стояли по обеим сторонам замурованного и запечатанного дверного проема, что находился по правой стене. Фигуры были из дерева, пропитанного чем-то вроде асфальта, раскрашенные черными и золотыми красками. На лбу у них были царские уреи, а в руках золотые жезлы. Впервые за всю историю раскопок Говард Картер столкнулся с вероятностью обнаружить нетронутый царский гроб. Велико было искушение немедленно вскрыть запечатанную вторую дверь, но археолог поступил согласно научному долгу. Он объявил, что начнет извлекать из гробницы предметы лишь после того, как будут приняты все меры для их сохранения. В Каире к Египетскому музею стали пристраивать специальное отдельное крыло для работы и хранения новой экспозиции. После этого решено было размуровать вход в золотой чертог, где и был обнаружен синий-золотой ковчег, занимавший все пространство комнаты. Высоту он почти достигал потолка, а между его стенками и стенами комнаты оставалось не более двух футов. Всего же ковчегов было четыре, и в последнем покоился саркофаг, сделанный из желтого кварцита и стоявший на алебастровом постаменте, а крышка была изготовлена из розового гранита. Четыре ковчега разбирались три месяца, и вот, наконец, крышка саркофага была поднята, глазам археологов предстал золоченый гроб, повторявший по форме мумию. Внутри оказался еще один гроб, изображавший фараона богом Осирисом. В нем уже находился и третий гроб из толстого золотого листа, усыпанный полудрагоценными камнями. Мумия была залита ароматической смолой, а голову и плечи покрывала золотая маска. Позади усыпальницы искатели обнаружили вход в сокровищницу, содержащую ковчег, золотые колесницы, изваяние бога Анубиса с головой шакала, огромное количество ларцов с драгоценностью. Однако дальнейшие события приняли таинственно-мистический оттенок. Все началось с того, что Картер заболел лихорадкой, смерть нашла его в номере гостиницы «Континенталь» в Каире, а радиолог Арчибальд Рид, исследовавший тело Дутанхамона при помощи рентгеновских лучей, вскоре умер от горячки. Газетчики приписали его смерть древнему проклятию фараонов. Сегодня 4 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». И в завершении нашей программы мы расскажем о том, какой была погода в эти дни в разные столетия. Ну и, конечно же, заглянем в народный календарь. В 1835 году с первых дней ноября морозы в Северной России достигали 40 градусов. В 1844 году в ночь на 4 ноября в Ставрополе установилась зима. Как сообщают ведомости, на восточной стороне Кавказа морозы были так люты, что быстрый терек и даже бешеная речка Сунджа оцепенели и сковались льдом. В горах зима не менее жестоко, и все равнины, на коих прежде зимой находились корм, многочисленные стада скота, засыпаны снегом. Воды западных берегов Каспийского моря совершенно покрылись толстым слоем льда. 4 ноября 1882 года в Москве была зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила минус 16 градусов. 4 ноября 1952 года на Курильских островах произошло землетрясение. 4 ноября 1966 года случилось сильное наводнение в центральных и северных районах Италии. В этот день православная церковь почитает память иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Казанской. Праздник возник в 1612 году в благодарность за избавление Москвы от польского нашествия. По народному календарю в этот день возвращались домой охотники, крестьяне, работавшие на стороне, и начинались пиры с брагой и пивом. В народе говорили «Казанская бабья заступница, а потому кто на Казанскую женится, тот счастлив будет. Добрая жена да жирно ищи, другого добра не ищи». А народные приметы были таковы. Если на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. Бывает, что на Казанскую с утра дождь, а в вечеру с угробами снег лежит. С Казанской тепло мороза не указ. На Казанскую первый зазимок, ибо до Казанской не зима, а с Казанской не осень. Если день начинается туманом, быть ростепели. А еще было и такое поверье. Когда девушка думала, что лицом некрасиво, а потому и не любо, старалась она на Казанскую рано-мрано встать. Бежала к роще, искала лист, что на березе низехонько висел, вынье был обернут. И схож он был в это утро с серебряным зеркальцем. В такой лист, если заглянуть, то вся неказистость с лица спадет. Крестьяне верили, что Казанское покажет, то и зима скажет. В этот день люди вдаль не ездили, ведь выйдешь на колесах, а приехать пору на полозьях. Родившимся в этот день следует носить хризалит. С вами была программа «День веков хронограф», и мы ее ведущие. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»